hello guys who is a be a be how are you feeling today здравствуйте погода сильно давит а так все прекрасно good 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 hello great who is a be who is talking in english there who is talking in english there you want to know my name tbh we all can speak english tbh what is tbh i don't know what is tbh to be honest wow tbh to be honest прям все такие навороченные продвинутые да типа tbt tbh by the way between btw mtv круто круто так ребята я так понимаю вам микрофоны отключили да вам микрофон отключили в принципе можно попросить админа включить их если вас будет немного чтобы мы могли с вами и да чтобы мы могли с вами общаться админ вы нас слышите принципе ребят немного и поэтому в принципе можно включить микрофон и будем болтать в принципе давайте сейчас я сейчас я всем дам роль ведущего вроде сам ребята по ходу дела в принципе все smart смышленые будут по очереди подключаться отключаться включать микрофоны чтобы звуков не было лишних не мешали друг другу так время 1402 еще три минуты ждем и я думаю можно будет начинать кто там про погоду говорит погода сильно дает кулку сейчас про погоду тоже поговорим у нас в алмате тоже дождь идет погода моя любимая ребята включить по раз ваши микрофоны я вам всем дал доступ ведущего я рассыл нургильды маляка джанель как бы не обязательно включать это как у вас есть возможность его включать для для того чтобы задавать вопросы скажем так а также как здесь здравствуйте здравствуйте в принципе думаю все можно начинать вот дождь усиливается а а может это град точно град ничего себе вау за окном град машину жалко ну ничего не поделать звук града слышно вам без как он бьет по окнам а вы говорите погода плохая вот где погода а вы говорите погода дает гайс давайте начнем на вопрос такой вы уже с омарбек агаем встречались да он наступал уже или я первый а окей good good чтобы я понимал что ребята слышали уже или что что не слышал значит ребята меня зовут рамис я выпускник сду я с двух тысячи второго года в сду то есть в принципе я как бы самый старый в сду да в плане количество лет которые можно провести в организации да по моему в принципе мало кто семнадцать восемнадцать лет в одной организации работают вот я не пришел сегодня сюда онлайн на встречу чтобы делать какую-то рекламу сду я просто пришел ответить на вопросы которые возможно вас или ваших родителей будут интересовать во время вот встречи много времени я вас не отниму по факту по делу немножко мотивации и в целом о о перспективе вообще молодежи да есть сейчас такое направление как бы потенциал и вот куда вот молодежь дальше будет двигаться вот я преподаю маркетинг и преподаю social media маркетинг digital маркетинг то есть все что связано с цифровым маркетингом я также возглавляю отдел по работе с выпускниками второй год вот чтобы вы понимали в принципе я на многих полностях побыл в сду и когда у нас получается стратегический курс стал на работу с выпускниками то так как я больше всех получается в сду работал работаю очень много выпускников меня знает я много кого знаю поэтому как бы единогласно решили вот рамике окей давай ты будешь как бы заниматься выпускниками вот давайте поговорим немножко сначала о мотивации если у вас будут в принципе вопросы по программам каким-то там издутом и так далее да то будем переходить немножко туда я буду отвечать и в целом так как я постоянно практически с выпускниками встречаюсь и онлайн и оффлайн я могу вам сказать в целом на кого идет спрос портрет получается выпускника до или будущего сотрудника на которого идет спрос вот начнем с мотивации у меня видите на фоне на заднем гирлянда гирлянда погода пасмурная условно такой self motivated карантин и думаешь надо как-то скрасит включаешь гирлянду и как будто вот и на новогодние праздники на дома отдыхаешь на улицу не тянет думаешь окей зато дома вот такая обстановочка пасмурно его гирляндочка на как говорится поэтому принципе все это нормально мы работаем с психологией маркетинг это работа с психологией поведение потребителя почему кто как другой стороны если бы не было пасмурно я выводите один в лист рубашку типа валяя на ямайке где-то загораю газ ну такой самый простой вопрос чего начинается мотивация мотивация в любом случае идет изнутри в любом случае изнутри и тут есть куча мотивационных роликов которые вы себе просмотрели увидели там и так далее давайте попробуем самого простого такого мотивационного момента в нашей жизни повседневной даже немножко может быть он такой откровенный да скажем так но тем не менее это я считаю крутой пример есть такая фраза говорит более за мотивирование человека который сильно хочет туалет поэтому просто даже представьте ситуацию сильно хотите в туалет то есть ничто вас не остановит вы будете бежать по улице искать заведение если вы на улице искать заведение куда можно забежать попроситься там и так далее то есть вы отложите все свои самые самые такие дела до важные аля важные и будете вот именно вот эту мотивацию своей это мотивация это нужда нужда к мотивации вот вы будете искать место но тут такой момент и и сможете взять ребенка например давайте возьмем ребенка приборных захотел туалет он пошел в туалет он нищик туалет он пришел под себя в туалет вопрос то есть ребята говорят мотивация она скорее всего такая вот какая-то извне на то есть дарак мейли я буду кстати этот казах тельгой теманда санда ворша english там где как удобно будет там буду использовать разные языки то есть получается у нас есть матерейшин и интернала и экстернала на фактор свыщем флюзу не матерейшин вот эти можно сказать экстерном интернет факт из делим этот маленький ребенок вам получается смело пойдет под себя да извините но пойдет на себя почему потому что у него еще нет установки в голове что как бы под себя это условно плохо под себя это неправильно да и так далее вот это вот установка называется у каждого у нас голове есть различные установки в зависимости от среды в которой мы двигаемся да это условно друзья школа семья и вот эти установки дальше получается вырисовывает вот этот курс мотивации которая у нас с вами проявляется до определенного момента у вас курс был один вы приходите в вуз допустим дали там школу у вас этот курс меняется из-за environment из-за среды поэтому ребята если у вас внутри нету огонька если у вас нету идеи и цели то о мотивации речи не может быть то есть условно понты до понты это нормально это в принципе нормально это нормальный момент для мотивации то есть у вас может быть мотивация вот я хочу и друзьями там показать у меня тачка у меня последний там гаджет iphone телефон вот его на там я одеваюсь красиво там еще что-то я там говорю по-английски красиво поэтому вы пошли на курсы записаться чтобы утереть нам ребятам в классе нос ok вообще как бы не проблема до тех пор пока это работает на вас то есть условно вы английский подтянули вы свои понты проколотили да я извините я вот как бы стараюсь на вашем языке разговаривать молодые ребята понты проколотили окей сработало но при этом это помогло вам сдать IELTS 6.570 и поступить в какой-нибудь крутой вуз да почему нет как бы вперед понтуйтесь то есть используйте вот эти вот вещи в правильном русле направления я имею ввиду воспользуйтесь также также в правильном русле поэтому я не пришел вам здесь мозги там причать там надо быть вот это надо я тебя понимаю сейчас очень тяжело очень тяжело а а что тяжело а тяжело самое простое но при этом самое важное это сфокусироваться сегодня проблема у да не только у вас ребята на самом деле вы думаете вот говорят ой молодежь чё с ними будет оно много я не говорю уже про родителей которым 40 45 50 а я говорю за апашек которым по 60 по 65 лет которые научили пользоваться ютюбом и которые сейчас не выходят из этого ютюба и как бы сплошь и рядом смотрят всякие сериалы или что что не возьми смотришь приезжаешь в гости телефон взял а балам балам или подожди то есть это проблема не только как бы вашего поколения это проблема в целом человечества что тенденции в мире вот так вот поменялись и как бы никто не может сказать это плохо или хорошо все это это не избежать это это будет все этому есть место теперь вопрос как просто из этого вытащить превратить из это из этой тенденции вот правильные для нас полезные моменты да вот поэтому у газ в первую очередь это постановление цели то есть я не коуч коучев не слушаю не хожу ну так вот бывает ребята из близкие там и так далее в любом случае самое главное это это цель на постановление цели а потом уже есть цели достижения то есть цели есть а пути могут быть разные вы можете начать использовать путь один уперлись стенку посмотрели замерили блин высокая не одолею даже если обращусь сюда туда 3 5 10 то есть я не призываю к тому чтобы обычно говорят надо до конца биться там пробиваться нет я по то чтобы искать легкие пути какие легкие пути то есть подошел стена все то есть можно сидеть и думать конструировать там лестницу или там какой-то элеватор на котором можно подняться нет посмотрите может и обойти можно может рядом пролетает кто-то зацепитесь пролетите над ней на то есть надо искать путей много цель вот одну поставили все путей куча исправлял теперь касательно то есть мотивации плюс-минус мы поняли если вас внутри этой мотивации не будет ребята очень тяжело поверьте вот я педагогики сколько 15 лет преподаю то есть я знаю что я пришел в аудиторию я ребят замотивировал неделю они вау ахлай давайте там ситемс битимс сандрам жартамс сит вранжи воламс окей неделя проходит ну чё-то ахлай мотивация халмады что-то блин настроение ожог чё-то там жамбржау да чё-то там оно это perception называется восприятие вот опять же это установка научили нас что дождь это не очень все у нас автоматически настроение дождь идет блин выходить менях да блин установка дождь если здесь детства дождь это кафе это установка это чистка ходить гулять свежий воздух под дождь брызгаться в лужах это круто они не наступает обувь промок то есть понимаете да что это все установки все это дается нам самого детства поэтому в принципе то что вот эти вот установки не меняются нет такого понятия в предмете consumer behavior есть четкие получаются научные доказанные теории теории баланда поставлены есть там фрейд есть него фрейд там так далее то что персонал эти наши вот как бы на русском personality подсказывайте как быть personality на русском ну-ка лично ну как бы как бы ну скажем личность окей личность то есть одна теория говорит что личность она вот эндюринг то есть как пословица горбатого могила исправить да другая говорит о том что нет человек может измениться и приводятся примеры под какими факторами влияния человек может измениться я на личном опыте знаю что это очень в принципе дуи был да то есть когда человек застенчивый и не ходит там вдоль стеночки тарится ходит и хочет там ни с кем не разговаривать лишний раз просто берешь с этим человеком работаешь буквально там пару месяцев вытаскиваешь его пару сильных сторон находишь таланты делаешь акцент только на это и через полгода это человек лидером он становится лидер своей группы говоришь ему все ты будешь старостой и просто работаешь все смеются люби да откуда из него старостно через полгода лучший староста через год он становится там в лигу студентов вуза залетает там то есть тут нужно просто знать немножко психологии все окей поэтому не думайте что если вы сегодня где-то не замотивированы или у вас еще цель не поставлена или она может быть неправильно поставлена газ то есть у меня тоже есть какая-то цель но возможно я ошибаюсь тут нет не страшно ставьте цели вы можете ошибаться ok no problem но шерти делитесь с друзьями с родителями со старшими у меня такая цель что скажет кстати есть еще такая поговорка для предпринимателей типа предприниматели молодые люди у которой идея есть лучше вам говорит с профессионалами не встречаться не обсуждать потому что вы придете с идеей они на личном опыте вам столько вещей наговорят и вы скажете блин ну как моя идея причина на фейл как бы ну зачем мне тогда вторая идея опять фейл третья идея опять фейл то есть они вам обставят ее так чтобы вы скажете блин хочу делать тогда поэтому есть такая теория конечно поговаривать что лучше с профессионалами в определенной области не общаться то что они вам все концы подрубят и вот этот энтузиазм у вас закончится но 50 процентов успеха любого начинания это вот это вот мотивация плюс ваш энтузиазм вот и тут получается смотрите вот о чем я говорил цели ставьте цели какие бы они не были маленькие неважно просто ставьте и начинайте работать так цель поставлена достигнута окей круто ну там 30 дней отжиматься каждый день например бегать там еще что то то есть самые маленькие большие вам самим вы будете кайф этот получать когда вы будете поставленную цель достигать и вы скажете я могу и даже когда следующая цель у вас будет не достигнута условно вы будете поворачиваться назад смотреть блин столько целей я сделал как почему война это внутренняя мотивация окей круто есть цель есть идея но есть еще и внешние факторы допустим вот там где вы сломались это только на словах можно сказать цитаты поставить какую-то фотографию киану ривза там каких-нибудь звезд и какие-то крутые выставки обходим на аршемы это только можно где-нибудь там в вк или в инстаграме это начитаться насмотреться нам надо по факту как это работает это очень часто популярно лет лет как 5-10 наверное такие вот картинки с высказывания поэтому вам нужно окружить себя вокруг получается людьми которые всегда смогут вас поддержать возобновить вашу мотивацию и вдохновить вас то есть условно говоря такими друзьями плюс менторами то есть вот когда идет выбор вуза мы сейчас к этому подходим вы должны выбирать сегодня газ место я не говорю вуз место где вас будут окружать люди плюс-минус с таким же уровнем мышлением как вы но не ниже выше обязательно но не ниже почему потому что когда у вас будет не получаться отдельное спасибо говорю здесь сразу организатором такой встречи на как бы партиципантов участников не так много ну окей не вопрос эфир записывается возможно ребята потом посмотрит его но опять же вот предоставляет подплатформу встречи субботу условно я лицо заинтересованное мужская дата представители сду но я как бы никогда никому не говорил ни на одной встрече ребята приходите учиться в сду бла-бла-бла нифига не приходите в сду не надо идите куда-нибудь другое место учить если у вас цель есть конкретное получить знание получить хороший нетворк какой нетворк нетворк аламни где вы себя больше всего прекрасно чувствуете газ простой вопрос не надо ничего такого замудренного так держи я чувствую себя хорошо в горах когда гулять просто где вы себя комфортно чувствуете гайс ари визми не слышно да слышно слышно а мне кажется с друзьями тогда себя хорошо чувствую отлично друзьями эта компания дусь на с друзьями а где еще вот допустим с друзьями где как место теперь вопрос сколько ты можешь провести время вот так вот с кафе с друзьями максимально часа восемь-десять вау круто то есть ты не зависишь от скажем каких-то там сериалов допустим два-три часа по сделай болт надоело пойду домой смотреть свой сериал то есть такого чувства у тебя нету да я социальный человек люблю типа наоборот с друзьями сидеть там и сразу беру свой компьютер там разные дела делаем там проекции о них думаем все такое круто круто здорово видишь то есть получается тебе нужна обстановка где ты комфортно сможешь находиться с друзьями на пуфике сидеть все твои движения которые ты будешь хотеть делать то что внутри из от тебя исходит тебе нужно получается подбирать вуз где тебе максимального атака будет комфортно да сегодня мы говорим о том что как бы knowledge это уже второстепенная вещь guys knowledge потому что заходишь youtube столько платформ корсера юбиле там не знаю куча куча всяких онлайн университет и бесплатно дают свои курсы вы можете knowledge получить то есть сегодня мы говорим о том что на самом деле но лучше не первостепен мы говорим о сегодня мы говорим о скиллах на skills которые выпускник получает пока учится в том или ином вузе или проходит какие-то курсы skills то есть после окончания ты с легкостью умеешь уже делать вот это все круто кто слышал новость о том что просто я мне мой выпускник наш выпускник крутой дизайнер логотипов и вообще в целом написал я как бы его был очень сильно удивлен платформа российская которая оказывается больше года или там полтора года там точную цифру не помню оказывается когда оставляли заявку на логотип онлайн оставляли там заполняли что-то и им робот отвечал на они не понимали что это робот все с вами скажут спасибо отлично мы подберем для наши специалисты подберут для вас там логотип слышали эту новость да оказывается представляете это эти логотипы вот на протяжении полтора года и крутым компаниям и успешным компаниям писал искусственный интеллект и он мне пишет как бы как ты считаешь бро ну если это уже есть то как бы вам нужно вам нужно просто сейчас думать о создании похожей платформы все физически вы уже никому не нужны будить просто будут заполнять данные платформа будет генерировать крутой контент получается что смотрите вы четыре года будете учиться в вузе прикиньте то есть мы в прошлом году то что было на рынке год проходит мы говорим вау tick tock на ровном месте появился и стер все грани как бы да вот этого понятия что можно еще запустить да есть instagram есть там facebook есть youtube есть там пока еще что то еще что кстати вы когда сейчас запустил параллельно тоже аля tick tock у себя внутри приложения то есть tick tock здорово сейчас там на этот tick tock пытает то есть блин сегодня год это очень это очень длинный промежуток времени на самом деле я имею ввиду он ликит очень быстро скоротечно но в нем происходит очень много очень много таких изменений которые как бы кажется нифига себе как так за года вы четыре года будете учиться в вузе представляете и вы оканчиваете вуз и ты говоришь я закончил вуз получил там диплом я хочу быть дорогой как бы сегодня то что ты умеешь уже вчера не актуально поэтому тут главный главный важный момент это во выборе вуза второй момент сейчас я буду резюме делать да второй момент это получается быть научиться быть адаптивным адаптовал то есть как хамелеон то есть пошел серенький солнце вышло зеленый желтенький то есть есть такое выражение в персональных продажах когда преподаю говорю английский все на на понимать quickly learning на процесс quickly learning и при этом использовать сейчас популярное тоже слово и джон 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 джон-джон девятьяне любая ситуация травма любой ситуация ниже на шесят скоро с астре вот экзен условно нужно научиться получается быть quickly learning инди фрэймов и желти до или а гиллити и при этом есть еще одна фишка которая называется quickly unlearning, то есть получается, если вы quickly learning и quickly unlearning, вы, получается, в принципе, научились процессу lifelong learning. Всю жизнь нам придется это делать, guys. Если наши родители, им уже нужно, вот им, их родителям уже все, они выучились, и даже, условно говоря, вашим родителям 40 лет, 40-45, им уже, как бы, они понимают, что они out of competition, им нужно свои компетенции повышать, а мне, вам это тем более. Вы на одном месте в одной ситуации, значит, сможете побыть максимум там 3 года, потом нужно дополнительные какие-то skills получать. Значит, первое, мы говорим, это внутренняя мотивация, да, у нас должна быть. Второе, то есть мы ищем себе атмосферу, где у нас есть вот эта вот внутренняя мотивация, ребята, люди, преподаватели, которые нас будут окружать, которые будут нам давать вот эту вот мотивацию. Это раз. Два, это там, где нам будет комфортно. То есть, условно, вы пришли в какой-то вуз, а вот эта ваша креативность, ваша вот эта вот расслабленность, ваш иной взгляд на вещи, он там не приветствуется, что он там выпендривается, а-ля типа продвинутый диван, имени. То есть, как только вы почувствуете вот это, вы скажете, блин, мне здесь некомфортно. В такой вуз вы не будете ходить. Вы будете искать отмазки, чтобы не ходить на уроки на пары. Или если будете, то как только прозвенит звонок, вы будете мчаться домой. Вот ребята пишут, дома, согласен, моя крепость, мой дом. Спортзал, с семьей. Яроссел говорит, нет, мне вообще нет. Вот как бы вот здесь нужно поработать, посмотреть. Третий момент. Это, гайз, два мы сказали. Третий момент – это комьюнити. Кто бы как бы ни говорил, вы можете зайти scholar.google.com и набрать название статей, допустим. Impact of networking, social networking on, и допустим, что он. On success, он еще что-то и так далее. То есть понятие network, оно давно уже доказано, много раз пропилено, да, что вот network – это важная вещь. В принципе, везде, в Казахстане, network – это окей, с окей, она у нас с этого есть, в крови есть, да. Просто мы неправильно и в неправильной форме им пользовались. То есть мы злоупотребляли, да, этим. На самом деле network – это все. Network – это все. И при этом здесь нужно как бы зарабатывать на свой личный авторитет. Если вы как персона, как личность, как человек, плюс, если еще и как специалист, смотрите, я в первую очередь ставлю персону, специалист, потом персона, личность, себя заковали, выковали. Вот вы пришли куском железа или там куском теста, и вы во время университета из себя смогли состряпать правильный, получается, не знаю, продукт, буду говорить, да, то потом отшлифовка все это будет. Не вопрос, как бы, где его использовать, да, то есть не проблема. Поэтому вы накладываете на него какие-то профессиональные навыки и так далее. Чтобы вот это все происходило, вы должны выбрать вот это. Сегодня в вузах говорят там, мы готовим лучших профессионалов. Ну, как бы, окей. Встречаешься с этим профессионалом, условно, 10 минут не можешь разговаривать, потому что человек, и начинаешь, у него заточка чисто под бизнес, под то, под все, то есть он чисто там работает на выгоду, никаких там социальных вопросов, окей. Следующий, чисто социальный бизнес нет, смотришь, этот разговаривать не умеет, да, но он знает круто там инвестиции, но с людьми он разговаривать не умеет и так далее, да. То есть то, что производят, это окей. И вот, диалоги, последний момент нетворк, я к чему это говорю, просто констатация фактов. Вы можете посмотреть, вы можете в ПРП гуглить, посмотреть и так далее. Вы не найдете ни одного, ни одной площадки нетворка выпускников вузов. Допустим, это очень важно, да. Я вам скажу, мы написали application, называется SDU Connect, и он чисто для выпускников. Попробую небольшую демонстрацию сделать. Вот так вот он выглядит, SDU Connect, application загружается, и получается вот здесь у нас новости, здесь ивенты, допустим, если вы хотите создать ивент, создаете. Здесь чатик небольшой у нас. Здесь у нас вакансии публикуются, вакансии. Здесь у нас получается поиск выпускника, то есть вы можете найти любого выпускника по городу, по компании, в которой он работает и так далее. И у нас есть у выпускников Telegram-чат. Telegram-чат, то есть там сейчас 2000, надо посмотреть, 19, 2020, что-то такое. Участников, ну, вот, как бы, 2000 с копеечкой. То есть я к чему это? К тому, что, условно, в этом чате я есть, и пишут, ребята, и там же и вакансии предлагают, и там же сотрудничество предлагают. То есть атмосфера настолько такая, что, как бы, выпускники доверяют друг другу. То есть я закончил, там, условно, филологию, там, чувак закончил IT, и этот филолог смело говорит, ты издушник, да, все, ты издушник, да, окей, все. Слушай, вот такая ситуация, давай там оно умно. То есть вот это важно, когда во время учебы культура самого вуза прививает вот такой вот, вот такой вот нетворк, да, друг к другу, поддержка, там. Рабиаке есть на работу? То я говорю, там, нет, я хочу, чтобы у нас работали СДУшники. То есть это я вам сейчас за нетворк говорю. Но опять же проверять нужно, да, СДУшник, это не значит, что все подряд, там, вау, круто. Нет, поэтому, как бы, этот момент я сразу поговариваю. Поэтому, ребята, мое вам наставление, если позволите, конечно, конечно, как человеку с белой бородой, да, в Ахсахам, с опытом работы и в вузе преподавателем, да, педагогом, и, кстати, я не знаю, вам мое резюме скидываю, нет, то есть PHD есть, я доктор, ассоцией, окей, и человек, который работает с выпускниками, тесно работает с выпускниками, которые звонят, вот этого, знаете, да, вот предлагает, ну, как вы скажете, если там сделки, допустим, крупные идут, гарантом сможешь быть тягиней, то есть, и там есть опыт, и тут есть опыт, я вам говорю, гальз, выбирайте вуз, ездите, смотрите, спрашивайте про Аламни в целом, смотрите на проекты, которые эти Аламни, алюмнай, да, сделали для страны, для мира, сколько из Аламни сделали joint, совместные какие-то, да, проекты, смотрите на все это, поэтому это будет показателем для того, что, как бы, стоит ли идти в этот вуз, да, а в принципе, я даже вот ребятам говорю, вот кто спрашивает, я говорю, блин, нафига вы вообще в вуз идете, просто задавайте себе вопрос, приходят, я им говорю, welcome, я им все там рассказал, один вопрос, для чего пришли в вуз, ну, знания получить, онлайн все эти знания есть, да, что делаю я, как профессор, я эти все знания получаю, аккумулирую, делаю анализ, делаю синтез, и подаю в четкой форме уже вам готовый, окей, но если у вас есть способность все это самому делать, вы можете сам это делать, зачем, knowledge везде доступна, и вот вопрос задаешь, задаешь, и вот вам такой же вопрос, поймите сначала, для чего вам нужен вуз, окей, также задайте этот вопрос родителям, мам, пап, а зачем мне вообще в универе учиться, послушайте их доводы, я вам здесь и сейчас говорю, для того, чтобы получить работу, да, то есть устроиться на работу, кроме госорганов, потому что там, ну, пока, как бы, идет диплом, бизнес, в любой какой-то другую структуру, но не гос, диплом не нужен, диплом не нужен, вас примут, у вас будет интервью, если вы крутой чел, если вы сели, только на интервью, да, условно, и говорите, здравствуйте, да, конечно, ваша компания не очень хорошо справляется по отношению конкурентов, вот здесь, а сильные ваши стороны здесь, в принципе, если наладить, я вот просто сделал анализ, как у вас работает онлайн, там, или колл-центр, или там онлайн заказывают, то есть человек, который будет слушать вас, он скажет, нифига себе, он сделал анализ, тот, который мы давали нашему, человеку, который профитом 5 лет в этой теме, а вот этот молодой человек, все, все, где закончил, диплом есть, диплом нету, никто на это не посмотрит, вас возьмут на работу, вы будете работать и получать деньги, за то, что вы умеете делать, а не за то, что у вас есть диплом, поэтому нужно понять, зачем вам нужен вуз, вот три момента, если вы хотите стать крутым спецом, что для этого нужно, я нога, мотивация, внутренние цели, не забывайте про момент, хочу в туалет, внешние, это окружающая среда, да, то есть там вы, где будете лепить свое вот это вот, тесто, самого себя, чтобы было комфортно, да, то есть вот это вот, хозяйки, девушки меня, девочки меня поймут, хозяйки, очень удобно, в хорошей, просторной, удобной кухне, где все под рукой есть, а не постоянно жаловаться, эй, е-мое, вот у нас там нету вот такого комбайна, нет вот этого, нет, то есть когда все есть, классно, все подручно, да, окей, то есть ищите у вас, вы за это деньги будете платить, ну или государство за вас будет платить грант, поэтому ищите такие вот моменты, где у вас все будет удобно, вот эти вот 4 года максимально нужно использовать, да, можно не поступать в ВУЗ, чтобы вот эти вот 4 года вы максимально использовали, чтобы четко из себя сделать личность, ну вот смотри, Маляка, Жека, там не знаю, Артуры, Мартуры, вот все вайнеры возьми, они что думаешь, учились в ВУЗе, мы саладим, да, любого из них сейчас возьми и пригласи, допустим, в какую-нибудь компанию, ну возьмем, допустим, Секу, допустим, я не знаю, я лично знаком, но я не знаю, насколько он хорош в маркетинге, и тут, допустим, придешь и скажешь, слушай, пойдем там в маркетинг, как креативщика, вот у него нету диплома, но он крутой креативщик, его что, не возьмут что ли? Возьмут. То есть тут вопрос не в дипломе, а вопрос в том, что вы умеете, ваши скиллз, скиллз, это ваши, есть понятие soft skills, есть hard skills, вот эти вот hard skills, но при этом очень важны вот эти вот soft skills, поэтому я говорю, сегодня пока школы еще не на таком уровне, чтобы вот вас, вытащить из вас вот таких вот self-motivated, хороших ребят, которые вышли и скажут, все, я знаю, куда я иду, все там, условно, кто из вас каждый день сможет, не буду говорить 9, буду говорить 10, встал в 9, позавтракал, но с 10 до 3 каждый день вы будете, вы поставите себе план, и вы будете учиться, допустим, так, этот месяц я буду проходить курс онлайн маркетинга, все, прошел, так, практические моменты, окей, так, я вам самое простое скажу, ребят, я с каждым из вас смогу потягаться по поиску в гугле, давайте посмотрим, кто круче ищет в гугле, то есть в гугле искать тоже надо уметь, есть свои фишки, я тоже этому учился, как бы, ну, думал, сейчас наберу в гугле, вот это, нет, если нет, заменю вот это слово, нет, нет, есть скобочки, есть там, то есть есть варианты, как бы, да, самое простое, даже в гугле нужно уметь искать, если вы вот так вот себе сможете выстроить условно на год, да, месяц диджитал маркетинг, месяц, там, не знаю, финансы, месяц программирования, почему, потому что век такой, что я вот сегодня, как диджитал маркетолог, я должен знать, что такое back-end разработки, что такое front-end разработки, что такое, не знаю, то есть выступать, питчинг, да, то есть выступление перед, там, инвесторами, то есть вот этого всего нужно учиться, материала куча, но тут нужно правильно найти, чтобы не потратить время в пустыне, вы же можете просмотреть, вы же не будете все подряд смотреть, и правильно найти вот эти вот каналы, поэтому нужны ребята, которые уже прошли этот путь какой-то, да, и могут вам с легкостью знать там 5 каналов на одну тему, 3 канала на другую тему, легендей, и вы уже четко по этому пройдете, в этом-то вся и фишка, информация стоит денег, дам такой пример, в одном селе была мельница, село живет за счет мельницы, вы сами понимаете, то есть мельница это все для села, в один прекрасный день, мельница перестала крутиться, ну и тут все сельчане думают, что делать, и вы все для нас мельница, мельница устала, я устала, устала, так с теми, и вам да, если курить, да, окей, чувак приходит, врага это, мин, джюз, я просто, просто было, джюзбр, 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 стучал ее потихонечку, и потом подошел к одному месту, и кувалдой, тяжелым предметом, бах, ударил по ней, и мельница завращалась, и тут все сельчане начали говорить, ой, 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 е-мое, вот, бауэр, давай, мельница, один тенге, че-сей-те, он говорит, нет, 101 договорились, да, да, все, почему дитя, объясни, один тенге, это вот удар мой дитя, а 100 это мой knowledge, это мое знание, поэтому то же самое, вы можете потратить год, два, три, просматривая все и вся подряд, и как бы не получить четкого, правильного инструмента, который вам поможет, которым вы будете пользоваться, который из вас сделает личность и профессионал, будете все подряд пересматривать, вам это надоест, это же мотивация, устаешь, это же все, как ресурсы, а тут чувак уже подготовился, целый пакет, и говорит, и за это берут и денег, в этом-то вся и фишка, так что, если хотите в ВУЗ, то сначала ответьте себе на вопрос, для чего вы туда идете, если вы сможете дисциплинированно в течение года, каждый день, с утра до трех, вот как пары приблизительно, сделать себе правильный контент, прослушивать весь этот материал онлайн, делать практические задания, вот, допустим, вы послушали, окей, теперь же нужно практические задания сделать, чем ВУЗ отличается тем, что он дает практику, вот, плюс еще, работая с выпускниками, мы перешли на следующий уровень, ребята, так как прошлый семестр уже был онлайн, мы, получается, подключили выпускников и друзей выпускников, начался, на самом деле, этот процесс еще с сентября месяца, и вот до конца года, у нас сначала был оффлайн, потом перешли в онлайн, то есть специалисты, ведущие, крутые айтишники, предприниматели, финансисты, инвестора, они приходили в СДУ, читали лекции, практические, то есть опытом делились, потом мы перешли на онлайн, и вот в следующий год продолжаем бирс, то же самое, то есть будут онлайн, такие крутые лекции от чуваков, которые добились чего-то в сфере бизнеса, да, в целом. Это очень важно, то есть это, послушать такого чувака два часа может практически заменить вам, допустим, 10 недель практик, который дает там какой-нибудь препод, например, поэтому это очень важно, и у нас это получилось, мы это делаем, вот, в том числе, где я иногда, IFC, я, Алиш, я здесь похвастаюсь, да, то есть в финансовом центре у нас кто? Раз, два, три, четыре, я пять человек знаю, которые вот, СДУшники работают там, то есть вот эти ребята делают все, чтобы IFC, ну, в общем, International Finance Center, да, IFC, чтобы он был полезен для общества в целом, да, чтобы все это работало. Я верю, наши ребята делают все возможное, они приезжают и оффлайн, да, и давали лекции, сейчас будет онлайн давать лекции, поэтому делиться опытом, знаниями и так далее. Поэтому тут тут есть гордость такая, что вот наши выпускники. Если вы хотите в целом услышать там, чего достигли СДУшники, то я попробую вам просто пару примеров дать. Ну, цифровизация вообще Digital Kazakhstan в целом, как бы импульс весь дал далее СДУшники. Тут нужно говорить откровенно. Багдад Мусин, например, да, то есть ЕГОВ, ЕГОВ полностью был и инициирован, и инициирован и написан из СДУшниками. Вот сейчас мобильная версия есть, потом, конечно, все это передается, сейчас другие ребята там управляют. Потом какие еще, Йенбек, Нариману Куша, Йенбек Кезе, да, я понимаю, там были какие-то сложности, но в любом случае как бы вот эту цифровизацию ребята взяли и потянули. У нас есть выпускники, которые работают в Оракле, у нас есть ребят, кто работает и в Амазоне, в Букинге, в Гугле. Есть такая ассоциация, называется American Marketing Association. Там есть девочка, которая копирайтером работает. То есть она с Казахстана, но пишет на английском. Вот как бы. какие еще, Амирхан Умаров, допустим, понятие вообще бизнес-хабов он реально затащил. Он в Алма-Ате сделал Smart Point, потом ребята увидели, открыли Вахтау один в Шемкенте, то есть каворкинг центров, да, вообще в целом. BI Innovations также, да, это вот в сфере технологий в строительстве, да. В общем, в принципе, есть чем гордиться, в принципе, есть о чем говорить. Вот. Если у вас есть вопросы ко мне, Гайс, я в принципе все касательно мотивации, касательно того, куда идти, что вас ждет в будущем. Ждет нас непредсказуемые вещи, ждут нас непредсказуемые вещи в будущем, поэтому нужно быть вот таким адаптивным, легко подстраиваться под ситуацию, которая происходит сегодня, завтра, через год. Вот. Есть ли вопросы ко мне, ребята? Когда вы говорите с вами один на один к профессору, вы получаете такое интересное мировоззрение, и вы находите одномышленников, с кем вы будете общаться. Поэтому считаете ли то, что учиться на дисконсионке это то же самое, что и самому? И теряются все плюсы университета или нет? Да, согласен. тут знаете как, я с вами согласен, сделаю небольшую ремарочку, поправочку, то есть, конечно, онлайн, вот так вот общаться, вратуха, кет, кет, контингива рай, там, кет, 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 чай, этого, конечно, никто не передаст. И это очень важно в формировании вот этой нашей личности, онлайн этого всего не передаст. Сто пудов. Но тут вопрос такой, как бы, вот она новая реальность, как быть? Или же вот она реальность, и давайте попробуем максимально как-то вот это вот передать, да, вот это, я понимаю. А не нужно, ну, типа, взять в этом году, например, в следующем году, если полгода не будет учебы, дистанционка. Например, знаю, что многие американские вузы сказали, что они продают всю программу за три месяца дистанционки. Не лучше взять, типа, gap year, когда в один год не будете учиться, и лучше потом продолжить нормально по обычному, чем отдавать такие огромные деньги просто за три месяца учебы по дистанционке. Это реально вы просто выплатите за диплом, а не за реальное знание и мировоззрение. Это просто. Вот касательно... Ну, просто я знаком, знакомый, научился в Брауни. Мне сказали, типа, плати 100 тысяч долларов за год, мы пройдем за три месяца все обучение, ну, типа, весь год, второй курс, и все, потом нормально будешь отдыхать. И она такая, типа, мне лучше возьмем gap year и потом продолжить, когда оно все нормально станет по обычному. Здорово. Здорово. Классно, что вы его так вот уже финансово мыслите. Тут единственное понятие, как opportunity cost, да, то есть opportunity cost вот этому одному семестру. Условно, в Казахстане, то есть, если вы хотите за границей учиться, но ввиду вот этой ситуации вы не можете уехать, зачем брать gap year, если можно здесь поступить, скажем, в какой-нибудь вуз, вот этот семестр, потом дальше сделать перевод, то есть, you are currently sitting of a Kazakhstan university, now you are applying for, не знаю, moving, exchanging, и ты можешь засчитать вот эти предметы, которые у тебя здесь были, туда, то есть, ты выиграешь время. На самом деле, здесь очень важный момент в том времени. Если вы будете gap year, то есть, for one year, я вам так скажу, ребят, если вы год поработаете, если вы взяли gap year, то for sure, you must be doing something, right? You must be busy with something. You can just like, you can like, just study, and you can just like, like, do like self-studying, and read other books, and like, maybe have like, some practice, internships in different components. For sure. For sure. After getting such an experience, believe me, you will want, you will be so motivated to apply all that stuff you have just learned. So you won't be looking for an opportunity to continue studying. На самом деле, это говорят, блин, ребята, которые начинают работать, они перестают, у них интерес теряется, вот, прийти в вустам и так далее. Общение на работе классное, классное. Знания есть, есть, начал зарабатывать деньги, все, не вернешь его. Вот условно, ты год получил, прикинь, вот эти вот знания, скиллы, и по ходу дела тебе скажут, давай устроишься куда-нибудь, ты будешь где-то по ходу где-то работать, да? Поверь мне, тебе никто обратно не запихает в универ, потому что ты уже знаешь, learn how, you have just learned how to learn, you know how to apply this knowledge, right? You have to, you know how to convert this knowledge into money, it doesn't make any sense to pay for what? тем более, если на работе у вас будет environment классный, то есть вообще вас никто обратно не загонит, а если же вы все-таки будете возвращаться в универ, ну как бы, окей, вы вот эти знания получили, смотрите, что получится, я чуть-чуть поправлю, что назад она слонится, и показать, вы будете на парах вот так сидеть, как бы, чай-то знаю, я это знаю, я это знаю, и вот этот год, а вам кто-нибудь зачтет вот эти knowledge, которые вы получили дома сами, в Бузе, вы можете прийти и сказать, guys, I actually know all this, и can you just accept what I know? Вам не зачтут это, но когда вы принесете бумажку из ВУЗа и скажете, вот, даже если у вас будут Dish, ну нет, по-моему, Dish не зачисляю, C+, и выше, допустим, вы скажете, here I am, C+, B+, B-, по данным дисциплинам, и вам просто зачтут их? Вот здесь вы выигрываете, время выигрываете, я согласен, вы должны этот кейс, как бы такой, у каждого свой личный, персональный, то есть если там сумма такая звучит, как бы, блин, за 100 тысяч долларов сегодня, ребят, можно бизнес начать хороший, и даже если не самому, купить франшизу можно, и так далее, то есть деньги можно делать, если в итоге вы все равно идете деньги же зарабатывать, вот этот новый для чего? Я иногда родителям говорю там, прикиньте, он сейчас вот 4 года здесь побыл, потом идет на работу, начинает зарплата 200 тысяч тенге, 300 тысяч тенге, и там через 5 лет у него 500 тысяч тенге. Если посчитать всю сумму, которую он потратил на образование, если он просто заточен, вот быть там клерком, да, то блин, эти деньги можно запустить, и сейчас зарабатывать? Нафига? Нафига вообще это все нужно? Но если вы стремитесь, чтобы реально сделать крутой нетворк, чтобы потом из этих денег потом гораздо крутые вещи крутить, то как бы тогда надо. Если условно это 500 тысяч тенге в месяц, то, ребят, деньги, которые вы потратите за 4 года, даже я не говорю про вот эти сотни тысяч за границей, за рубежом, а которые в Казахстане вы потратите, это порядка 10-15 миллионов тенге за 4 года. Начинайте бизнес, купите франшизу, с Алембро купите, или там по ханде купите франшизу, ребят, и будете зарабатывать в месяц на миллионы тенге. В этом же вся фишка. Родители же в основном женты говорят, Вахшар Табаман, вы извините, хара, а лайм, а дегенли. Но бизнес тоже надо уметь делать, как говорится. Ну, хотя, когда франшизу сейчас покупаешь, там эти ребята молодые, кстати, Расул Абдулаев, тоже наш ученик, близкий товарищ, они обучат, обучат всему, не вопрос, за 3 месяца ты будешь уже понимать, будут говорить, обращайся, если нужны какие-то советы и так далее. То есть, вы можете уже как бы крутить франшизу и зарабатывать сегодня. Я понимаю, у наших родителей есть такое, типа, должен утром выходить в рубашке, в костюме, и до вечера, чтобы тебя не было дома, с людьми общаться, деньгий, и там. Да, я понимаю, но все это же можно делать не обязательно, как бы в офисе у кого-то, можно просто каждый день с кем-то встречаться, обсуждать новые перспективы, новые там возможности в кафе, в ресторанах, все это новая реальность. Вот. Так что у каждого кейс свой, каждый должен посчитать сам обязательно, потому что финансы решают, да, money talks, есть такое фишка, money talks, that's it, money talks. Конечно, до определенного момента есть какие-то социальные, моральные вещи, но в любом случае money talks, в любом случае. Есть еще вопросики, guys, кому что интересно. кстати, я на днях недавно, позавчера, по-моему, два-три дня назад сделал себе публикацию в Инстаграме, получили крутую новость от нашего выпускника Асхата Умаров. Все знают сервис Сантуфей, покупки билетов онлайн? We are happy in school. Is there a point of taking one, two classes or should I'll take off for just a moment? Не знаете, получается, это сервис, как, там, Choco Travel, как Ticket, там, KZ, да, что-то такое, Авиата, вот, Сантуфей. Крутой, на самом деле, тоже, вот, их трое, получается, двое объединились, и вот один из них, лидер, и среди них, это Сантуфей, один вот, вот, вот этой вот тройки, да, их всего три, и они, как бы, в принципе, почти равны. И есть такое понятие, можете зайти в Google, посмотреть, Y-комбинатор. И он первый казахстанец, которого приняли на Y-комбинатор. Y-комбинатор – это такая платформа для стартапов, то есть туда принимают, это типа а-ля Сколково, как бы, Сколково оно есть, но, как бы, толку нету. Y-комбинатор – это именно куда принимают и где прокачивают, вот как там, этой, Silicon Valley в Кремниевой долине, да, вот такой Y-комбинатор. Туда прошел наш чувак, выпускник, Асхат Умаров, вот, основатель и управленец вот этого Сантуфея с новым каким-то продуктом, пока он не говорит, но он будет проходить там вот этот, получается, акселератор, и надеемся, что это будет компания «Единорог». Компания «Единорог» – это, который стартап превышает там… Капеллизацию больше миллиардов долларов. Да, молодец, здорово. Поэтому мы этим гордимся, что наши выпускники такое делают, и то, что среди нас есть такие ребята, с которыми можно всегда посоветоваться, нетворки и так далее. Так. We have AP in school. Что такое AP? Это в американской системе, когда типа уровень университета только это школьные классы. Но, я считаю то, что, Глеб, нужно брать как можно больше, что ты можешь, хотя в Ivy League почти во всех AP-классы не считаются, придется все равно переделать классы. А если обычный универ, туда не считаются, и просто это может сэкономить деньги в университете и брать более высокий уровень. Это как, помните, вы говорили про бумажку, это о чем ты уже знаешь, и доказательство того, что ты уже знаешь, вот то же самое. Yeah, yeah, yeah. Все, я понял. Глеб, thanks for such a really valuable question, yeah? This is a point, again, this is a point of, guys, what I see here, I have only 16 participants, but all of you seems to be, you know, knowing what you really want, yeah? That is why I can't, I cannot tell you, so your level is, you know, like, much more higher than an average. That's why I can't tell you that, you know, Gleb, you still have to come and study for four years at SDU, you know, because we are different, blah, blah, blah. No. Если у вас, yes, конкретно, no, I'm still in college. Okay, I will look through the link. То есть я вам не могу сказать, Глеб, you just, you have to, because we are different. No. У нас, к сожалению, нет такого понятия, да, еще в образовании, что ты, Глеб, можешь прийти сразу на третий, четвертый курс, потому что первый, второй ты уже схавал, да, и приходи к нам только на третий, четвертый курс. К сожалению, у нас такого нету. В Казахстане такого нету, и вам такое предложить сегодня мало, не то, что мало, но никто не сможет. Поэтому it makes sense. Я бы предложил следующее. Ну, опять же, как решение я стараюсь вам что-то подсказать. Вы номинально куда-то там поступаете, да, в какой-нибудь там онлайн-вуз за очень-очень дешевые денежки. Проходите там онлайн, опять же, все это там для галочки, условно, что вы это все знаете, там, получаете эти оценочки, там, или сразу преподаватели говорите, hey, dude, да, давай мне файл, я сразу напишу файл, я тебе сдам, о, я как препод, допустим, я бы сказал, ok, why not, на файл написал, все получил. Два года вы таким образом как бы себе вот этот вот первый, второй курс закрываете, при этом вот эти два года вы можете именно заниматься self-development, да, вы можете работать и так далее. Два года пройдет, конкретные два года вы можете потом просто сделать перевод в вуз, который вот казахстанский, допустим, если вы все-таки рассматриваете казахстанский, и последние вот эти вот два года отработать. Так, что-то моргает, за вот эти последние два года чисто major, да, major, отработать, получить и, пожалуйста, и знания будут, и диплом будет, и так далее. Но в целом, опять же, я вот вижу, то вам нужно искать что-то поинтереснее. Европа, допустим, три года, окей, опять же, в Европе, насколько эти три года, они такие, full of really interesting and valuable and useful material, да, там, как бы, тоже говорят, Европа, Европа, я знаю, я работал два года в отделе international affairs, я отправлял сотнями студентов за границу на год, на полгода dual degree, да, и ребята приезжают, говорят, ну, как бы, реально, говорят, там кайф, в плане чего, кайф, ну, не напрягают, то есть, там нет такого, прям, knowledge, knowledge, нет, все работают на network, все работают на, типа, opportunities, которые вуз может им предоставить, но никак не на то, что они там загрузят вот такими крутыми знаниями, он приходит, такой, вау, весь из себя, но, вот, так что, я понимаю, челлендж очень, очень серьезный, Глеб, да, я, я согласен с тобой, то есть, возможно, не вы, да, но, возможно, зацепят это, ребята, после вас, года через два, три, потому что сейчас министерство уже обсуждает, что онлайн образование, приравниваться будет к оффлайн, то есть, если вы закончили, допустим, допустим, нархоз онлайн, то диплом полученный онлайн, equally, я, equally valuable, что и оффлайн, вот, поэтому, вот это вот сейчас приведут, а дальше, Глеб, Россия уже говорит о двухлетнем бакалавре, то есть, двухгодичном, хотят сократить, и буквально это может быть год, может быть два, мы тоже, я думаю, отойдем от четырехлетнего бакалавра, сейчас новости ходят, слышали, наверное, что в колледже, в колледже берут без экзаменов, то есть, там уже будет, скорее всего, все, сварщики, там, такое вот, чисто пришел, такие вот индустриальные профессии, больше всего будут, и без экзаменов, давай, я очень надеюсь и верю, что министр у нас, в принципе, очень адекватный человек, поддерживает идеи, в принципе, если вы, как смотрите, Тулек Термот, смотрите, я очень, вот честно, меня переполняют сейчас эмоции, что такие, действительно, bright-minded guys, как вы, да, такие вещи рассуждаете, там, opportunity cost, да, зачем тратить время, когда я уже неплох, я с такой-то школы, то есть, мы должны, государство, должно иметь в портфеле опцию для таких, как вы, и я, как заинтересованное лицо, как вуз, да, я могу сказать государству, слушайте, не надо 4, сделайте 2, они скажут 3, но если вуз это говорит, я понимаю, что говорит абитуриент, но если вуз такое говорит, то значит, надо что-то менять, поэтому тут нужно нам с вами, именно ассоциация вузов, там понятие вузов, вы абитуриенты, мы должны сформировать вот такое вот совместное, советный запрос у государства, да, и сказать, guys, it's really enough, four years doing useless, you know, stuff, paying money, more than money, you know, spending time, is really, извините, да, bullshit, и когда мы сформируем с вами вот такой запрос, то я думаю, министерство уже как бы скажет, ну, ребят, тут уже деваться некуда, как бы, и надо форсировать, ускорять этот вопрос. Как-то так, ребята, что вы можете посоветить, прочесть или послушать, или еще раз мероприятие, что вы можете освоить экономику, иметь такой же уровень, как студентов. Do you value a person, EQ or IQ, you're a person, okay, A, B, has you done. Так, Маляка, здесь очень важный вопрос, это, почитать это круто, почитать это круто, я сам, там, маркетолог, да, но я больше научился, не из книги, я больше научился из постов, которые я прочел в Facebook у друзей, которые шарят в этой теме. Investment, finance, economics, да, in general. и как бы вот эти вот статьи, там, человек пишет, немного о том, что происходит в стране, такой, но он гридик прочитал, опа, ничего себе потом. То есть подпишитесь на хорошие каналы, я вам сейчас не могу сказать конкретно, какие каналы именно в экономике, да, но, допустим, в Facebook и follow-up, хороших наших местных экономистов, российских экономистов, мировых экономистов, вот, и, я думаю, вы, как бы, будете знать даже больше, чем студенты, даже больше, чем студенты. Do you value a person's EQ, emotional, or IQ, you personally? Ну, AB, скажу так, нельзя быть крутоим, yeah, you can, you can have a very high EQ. Me, personally, I value more EQ than IQ. I value more, but I don't say that I value EQ, but I don't value IQ. now, it is, it is not, it is not possible to have a very good high EQ, but if you don't have an IQ, so you still are out of competition, or vice versa. то есть, сегодня вы, вы как птица с двумя крыльями, на одной стороне EQ, на другой IQ. Сегодня есть еще другие моменты, как говорят такие, HQ, human, есть emotion, есть еще human, есть еще CQ, cultural, то есть, насколько вы adaptable в culture. То есть, EQ он рассматривает только emotion там в своей среде, а сегодня очень популярный CQ, culture, то есть, когда человек на таком же уровне может вот это производить всю адаптацию, да, с легкостью в других культурах, с другими людьми. Он уже такой идет, как мы говорим, global, да, глобализация. Можно GQ, придумали, видите, GQ, они говорят gentleman quality, а мы говорим globalization quotation, насколько человек крут в глобализации. И вот когда мы будем раскрывать понятие глобализации, мы будем использовать в нем и EQ, и IQ, и HQ, и CQ, и так далее. Смотрите, родили что-то новое, GQ. А... Быстрее времени, типа как externum, как это называется, я не уверен, или это невозможно. Как еще раз повторили, пожалуйста? Университет быстрее, например, на городопись опередить университет. Например, externum называется, да, по-моему? Да, 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 сейчас мы смотрите, и государство, кстати, я, Глеб, you also should take a point here, государство полностью перешли на ECTS, да, да, экстренный, то есть экстерный, sorry, экстерный. То есть вы можете закончить вуз на самом деле за три года. За два, насколько это реально, я не могу сказать, но за три точно можно. Почему? Потому что перед вами стоит количество кредитов, и вы можете, допустим, условно закрывать эти кредиты. И главное, чтобы предметы не были один другому prerequisite, post-requisite, ok, prerequisite. Допустим, вы можете прийти вуз, на первом курсе у вас там какие-то базовые предметы, вы можете сразу податься на маркетинг, то есть along with your какие-то basic subjects, вы можете сразу взять несколько предметов сверху. Все, то есть вы должны подобрать вуз, который вам позволит это сделать в Казахстане. То есть взять сразу upper lessons, в итоге через два с половиной даже, может быть, года, возможно, да, in total you will have enough credits to finish university. Может быть two and a half, может быть three years. Вообще не проблема. It's all about your performance. Как бы if you are high motivated and with high performance guys, вообще не вопрос, ребят. Вообще это делается. Главное в приемной комиссии спросить об этом. Как бы можно ли закончить ваш вуз вообще вуз за три года? Даете ли вы возможность получать предметы свыше и закрывать и заканчивать еще? Ну и если так поддерживать эту идею, чтобы заканчивать университеты быстрее, почему вы не делаете такую онлайн школу, где учителя например на английском сцены из Казахстана и они будут преподавать всем по всему миру этот временный заработок и хорошо для учеников? Это круто. Это круто. Ну как бы опять же я не могу сейчас тебе однозначно ответить, потому что это не моя ответственность. То есть если бы мы сейчас с тобой разговаривали, я был бы человеком-представителем этой темы, я бы сказал как бы окей, бро, я там поработаю, я сейчас сделаю. Ну как бы это это не это дюти, поэтому я конечно как представитель вуза, тем не менее обязательно мы об этом говорим, мы говорим, что ребята просят онлайн, я вот даже после этого говорю, давайте сделаем две версии, одну оффлайн, одну онлайн, там и стоимость разную сделаем и условно те, кто пришли на оффлайн, да, для ускорения, если они допустим, физически не успевают, пусть они онлайн пройдут вот эти все предметы и просто не за два года, не за четыре года, а за три года закончат. Я все это предлагаю, все, что от меня требуется, это делаю, вот, поэтому как-то так мы работаем над этим, я думаю, ближайшее будущее как бы это должно быть, это должно быть, но это все равно, я не могу вам сказать там, бро, завтра, это уже все, давай, будем работать, будем работать обязательно. Вот. У меня, в принципе, все, ребят. Капец, это вопрос, который есть, такой вот, ну вот прям капец, такой вопрос, который как бы задают многие, да, и одни говорят, нет, узкая специализация, другие говорят, нет, сегодня ты должен уметь все, сейчас попробую ответить, какие университетские основания вы считаете стоящими, last question, do you believe in professional orientation? конечно, давайте начнем с professional orientation, конечно, то есть, вот смотрите, я считаю, что я сегодня вам смог какую-то профориентацию дать, то есть, если мне конкретно, ну, а на эту тему будет говорить Омарбек, если бы мне дали задачу поговорить на профориентацию, я бы с вами поговорил, то есть, в любом случае, ребята, вам нужно soft skills, допустим, soft skills, я не говорю knowledge, knowledge, ребята, опять, доступен везде, soft skills, learning, и посмотрите, где вам интересно, если это продажи, маркетинг, креативити, окей, но вы сегодня не сможете это делать без навыков IT, значит, вам нужно делать measure minor, в любом случае, вы будете крутым диджиталом, но если вы не будете знать, как работает Google, да, как работает там, Instagram и так далее, вот не просто там прочитали, а именно вот механически, вот тогда вы будете, вообще как бы вам цены не будет, поэтому в любом случае, сегодня и завтра и всегда measure minor нужен будет, и все зависит от того, где вы хотите дальше остаться, гайз, опять, если вы остаетесь в Казахстане, окей, можно там measure minor, если вы летите куда-то жить дальше или работать в Европу, у вас попросят узкую специализацию, но вам никто не даст гарантии, что вы будете работать всю жизнь по узкой специализации, завтра мир поменяется, вам нужно будет вот эту узкую специализацию менять, куда-то в другую специализацию уходить, и это вопрос уже quickly learning и unlearning, понимаете, поэтому тут вопрос по ситуации, в любом случае, без выигрыша, без проигрышного варианта, это уметь научиться учиться, и научиться отучиваться старому, все, это как бы ключевые моменты, мы не можем сказать, нет, у меня нет склада ума, подойти, нифига, сегодня смотришь, там филологи сидят и курсы, просто подача информации настолько легкая и доступная, что филологи становятся айтишниками, пишут даже базовые версии, сегодня не нужно даже знать языков, да, ни Java, ни Python, сегодня есть платформы, Tilda, там, не знаю, и куча таких платформ, где вы можете написать и сайт, и приложение, и все, что угодно, гайз, то есть сегодня настолько все упрощено, как бы, опять, who knows, через пять лет может быть специальность IT вообще, как бы, это захромает нереально, почему, потому что они создадут сами интеллектуальные платформы, которые будут все это сами создать, то есть платформа, у нас вот выпускник работает в Амазоне, в Канаде, в Facebook опять пишет, делится, я офигел вообще, то есть они пишут, смотрите, написали, сейчас она пока для внутреннего персонала, открытоамазонского, вскоре будет для общего, то есть ты заходишь на площадку, ты пишешь техзадание на площадку, и под твое техзадание вот эта площадка, платформа выдает тебе готовый application, ребят, ну это же, ну это же с ума сойти, да, как бы, какие я считаю вузы в Казахстане стоящими, я не могу вам об этом сказать, потому что я дам в любом случае какое-то субъективное или, да, там свое какое-то видение, где-то кого-то могу задеть, где-то могу кого-то там обидеть и так далее, поэтому я не буду об этом говорить, но я просто скажу критерии, критерии, смотрите на то, как там работает трудоустройство выпускников, трудоустройство, смотрите на то, как работает вообще в приемной комиссии, вы все поймете, как работает деканат, с вами будет работать в дальнейшем неприемная комиссия, будет работать деканат, задавайте вопросы, смотрите, как отвечают в приемной комиссии на ваши такие сложные вопросы и так далее. То есть там вы уже поймете более-менее профиль, профайл университета и скажете This is the place I would like to study at, да? Спрашивают, могут ли получить какие-то means of communication с вами, да? То есть как вам могут обратиться email, рабочий номер, чем можно поделиться с ребятами? Окей, no problem. Или куда лучше писать? В Facebook вам писать? А, можно в Facebook, можно в Instagram, можно... Ну, WhatsApp давайте как бы... Не, WhatsApp, наверное, уже too much, но email, наверное, too much, да? Email дадим давайте, я сейчас напишу сюда в чат. А в чат можете написать, да, Ременьки? Да, сейчас я в чат напишу. Там просто потом еще один вуз на очереди хотели бы рассказать. Ваши коллеги, я не думаю, что будет такой поток вопросов. Это очень хорошо, Ременьки, спасибо за такую живую лекцию. Я думаю, ребята получили не столько информацию об СДУ, сколько такой жизненный хороший коучинг. А я, в принципе, и не про СДУ приходил говорить, как бы, да, Рамис Ахмедов из ДУКЗ. Вы инста, инста and FB напишу. Это у меня получается ник Рамис13 найдете. Такой стиляга, такой чувак на заставке увидит. Ременьки, спасибо вам большое за лекцию еще раз. Я хотел бы напомнить участникам, что университет Сулеймана Демиреля выделил один грант, если я не ошибаюсь, победителем Олимпиады. Поэтому не теряйте возможность его выиграть. Замечательный ВУЗ на самом деле. И ученики действительно много чего добились, как в Казахстане, так и за его пределами. Теперь, пока участники не разошлись для кофе-брейка, я бы хотел передать микрофон нашим коллегам из Атравского государственного университета имени Халилбус Мухамедова. Зидки Кинджигалиевна. Зидка Кинджигалиевна, саламас саба. Алишер, прошу прощения, я могу покинуть встречу, да? Да, да, Рамике, вы можете покинуть, да, если хотите. Да, и потом, Алишер, скинь, пожалуйста, ссылочку на запись. Хорошо, обязательно скину. Все, гайз, бай-бай. Спасибо большое, все доброго. Давайте, до свидания. Зидка Кинджигалиевна, здравствуйте, как? Да, добрый день, здравствуйте, Алишер. Спасибо большое, что присоединились к нам. Благодарю за предоставленную возможность выступить перед выпускниками, потенциальными студентами высших учебных заведений, будущими экономистами, да? Да, финансисты и экономисты. Я хотел бы коротко сказать одну вещь про университет, Атравовский государственный университет имени Халилбус Мухамедова. Они первыми вызвались соорганизовать Олимпиаду, и буквально это первый вуз, который предоставил полноценный грант для победителей. Зидка Кинджигалиевна, тут я немножко хотел про формат рассказать, потом я отключу микрофон и полностью вам предоставлю флору, да? Здесь у некоторых ребят есть возможность вам задавать вопросы вживую, они также могут писать с левой стороны в чат свои вопросы, поэтому здесь, если вам удобно, задавайте вопросы, они вам будут отвечать так, как они смогут, хорошо? Хорошо. Все, тогда я передаю микрофон вам. Я хотела представиться, меня зовут Зида Жанабаевна Кинджигалиева, являюсь на данный момент заведующей кафедрой финансов и учет Атравовского государственного университета имени Халилбус Мухамедова. Сама являюсь опускником этого университета, закончила PhD-докторантуру в Евразийском национальном университете имени Кубелева по специальности экономики. Хочу немного рассказать о нашем университете, который является одним из ведущих региональных вузов западного региона и имеет большую 70-летнюю историю с момента создания, который был создан 14 июня 1950 года в качестве учительского института. Был переименован в 1994 году в Атравовский университет, и в этом же году ему было присвоено имя выдающегося деятеля, ученого, медика, энциклопедиста Халилбус Мухамедова. На самом деле на сегодняшний день университет по итогам рейтинга высших учебных заведений занимает 6 место среди многопрофильных вузов Казахстана и имеет следующую политику, которая направлена на обеспечение качественного образования и конкурентоспособности специалистов и достижений высокого образовательного уровня. На сегодняшний день, как я говорила, университет является многопрофильным, то есть готовит специалистов широкого профиля по таким направлениям, по 46 специальностям, образовательным программам бакалавриата и 14 образовательным программам магистратуры. В университете имеется дневная и дистанционная форма обучения на базе вуза, два года на базе колледжа и на базе среднего образования. В университете трудится более 500 преподавателей, из них более 200 доторов, профессоров, кандидатов и доцентов. Университет имеет развитую инфраструктуру, в которую входят 5 учебных корпусов, 2 студенческих дома, спортивно-культурный комплекс, медицинские пункты и научные библиотеки. Университет участвует в международных, национальных, региональных и профессиональных альянсах, ассоциациях, например, работает с ассоциацией государственных университетов Прикаспийских стран, сотрудничает с 1996 года и в прошлом году принимал у себя, был принимающей стороной Государственного университета Прикаспийских стран. Хочется отметить, что наш университет возглавляет ныне с этого года ректор, также выпускник нашего университета Идрисов Саламат Муханович, который активно продвигает научную деятельность среди молодежи, поддерживает политику развития научно-исследовательской деятельности среди молодых преподавателей, обучающихся. Каким образом? Направляя ППС на обучение в докторантуру ведущие в ВУЗе, каковы возможности имела я три года тому назад, и направляет, выполняются научно-исследовательские работы по различным международным программам. Молодые преподаватели, в числе наравне с преподавателями, профессорами в ВУЗе, принимают участие в научных проектах на грантовые программы целевое финансирование, выигрывая гранты и занимаясь реальными научными исследованиями. Также в рамках 70-летия университета, который будет праздноваться в сентябре этого года, до текущего года были разработаны программы, в числе которых явилось финансирование внутривузовских научных проектов среди молодых ученых. Так, в феврале научно-технический совет университета принял решение, направил на вопрос ученого совета, были приняты решения по финансированию четырех научных проектов, инициированные преподавателями университета. Среди них одна работа молодого ученого под руководством. Также проводятся конкурсы стартап-проектов среди обучающихся. Разрабатывается в университете программа по развитию стартап-проектов среди школьников региона и среди студентов. Также магистрантов. Помимо того, что научно-техническая деятельность осуществляется в 27 кафедрах 6 факультетов, в структуре университета действуют 9 специализированных научных подразделений, из них научно-технических институтов 2, научно-технических центров 5 и научно-технические лаборатории 2. Вместе с тем в нашем университете функционирует молодежный бизнес-инкубатор ECO Working Center iSpice, который ведет работу по оказанию комплексной поддержки стартапам путем акселерации бизнес-идей. Science Cafe – это такая площадка, которая направлена на обсуждение идей проектов обучающихся молодежи. KITS-университет – площадка для общения современных ученых и специалистов в различных областях науки с детьми от 11 до 16 лет. English Only Spice – площадка по созданию языковой среды для применения и развития накопленных знаний по английскому языку и формирования мотивации в изучении английского языка. Вместе с тем в рамках развития научно-технической деятельности университет тесно сотрудничает с университетами и научно-техническими организациями России, Ирана, Азербайджана, США, Великобритании, Турции по программе Erasmus. по сотрудничеству академической мобильности. В целом университет открыт для общения и сотрудничества. Имеет свой образовательный сайт asus.educ.kisset, имеет страницы в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter, издается научный журнал «Вестник» от Равского государственного университета, университетская газета, есть своя радиорубка. Как мы знаем, в марте текущего года все образовательные учреждения перешли на дистанционное обучение. Так же, как и университет, в связи с развитием пандемии, направил свою академическую политику по образовательным программам и на дистанционное онлайн-обучение посредством платформы Platonus. Были адаптированы все образовательные программы под онлайн-обучением. Мы закончили этот учебный год, так и все образовательные учреждения дистанционно. Если рассказать немного о нашем факультете экономики права, то хочется сказать, что этот факультет является одним из молодых, но если посмотреть, то уже более 20 лет он работает на образовательном рынке региона и готовит специалистов для финансовой, правовой и экономической сферы региона. Среди наших выпускников ныне руководители банков, которые являются сами уже работодателями нашими, бизнесмены, представители научной среды, образовательной среды. Сотрудничество с работодателями происходит в тесном контакте по вопросу трудоустройства, по вопросу прохождения практики. Также мы в онлайн-формате в период пандемии также проводили онлайн-встречи с нашими работодателями и обсуждали по обсуждению проблемы возможности работы финансово-кредитных учреждений, предпринимательства в условиях пандемии, были услышаны возможности, которые создает, как говорится, беда не приходит, ой, не было бы счастья, да несчастье помогло. Поэтому, то есть, сама пандемия создает новые возможности для развития экономической системы, создания новых продуктов, создания новых услуг и, возможно, даже переквалификации создания новых специальностей, которые были обсуждены и предположены. Наши студенты являются активными участниками предметных олимпиад. Среди них есть победители предметных олимпиад по специальности по образовательным программам учета, по образовательным программам экономики. Есть участники конкурсов научных проектов. Мы участвуем в ежегодном слете молодежи Каспатрибсоюза в Евразийском экономическом форуме. Участвуем в слете Ассоциации Прикаспийских государственных университетов. Поэтому хочется сказать, что работа в университете на факультете идет с твоим чередом. Хоть и карантин явился настоящим стресс-тестом как образовательной среды, как для экономики, бизнеса, так и для всех нас, тем не менее пандемия дала возможности, дала пищу для размышления дальнейшей деятельности в образовательной сфере. И мы будем делать все усилия по адаптации под онлайн обучение, дистанционное обучение. Поэтому я думаю, что будут созданы, будут какие-то новые предложения, будут обязательно какие-то изменения произойдут в образовательной сфере. и мы должны быть к этому готовы. Так. Субтитры создавал DimaTorzok А, все. То есть не закончили, да, еще? Да, я закончила. А, все хорошо. Уважаемые участники, может быть, у вас есть вопросы с Дитей Жанобаевной? Мне кажется, у них вопросов больше нет. Дитя Жанобаевна, мы лекцию записали, теперь из вашего разрешения мы ее выложим на нашем канале YouTube закрытом, где ученики, которые не смогли сегодня к нам присоединиться, они могут позже просмотреть, ну, вашу лекцию, да. И если у них будут вопросы, то через Данат мы ваши контакты тогда передадим, наверное, имейл ваш. Да, конечно. Если у вас будут вопросы. Мы открыты. Спасибо вам большое. Спасибо большое за презентацию вашего университета. Участник, спасибо большое за полтора часа вашей выдержки. Желаю вам хорошего дня. Всем до свидания. Всего доброго.